Время назад создал технологию, экологичную технологию обезвреживания и очистки фильтрата полигонов твердых бытовых отходов. Этот авторский коллектив состоял из сотрудников научно-исследовательского института ТИБ и докторов наук двух Гонопольского и Николайкины из МГУ инженерной экологии. Вся экспериментальная часть, экспериментальные стенды и установление состава сточных вод полигонов ТБО были выполнены в СНИИ БИТ, в руководимой мною лаборатории исследования проблем охраны окружающей среды. Надо сказать, что мы обследовали сточные воды пяти полигонов Столарьева, Дмитровский, Хметьева, Тимохова и Икша в течение где-то десяти лет, включая дипломные работы моих дипломников МГУ инженерной экологии. Теперь напомнить, хотя здесь много специалистов по отходам, напомнить, что такое очистка и фильтрат полигонов твердых бытовых отходов. Фильтрат – это токсичная жидкость, которая образуется в теле полигона и при наличии атмосферных отходов соединяется, эта жидкость выходит и весь поток токсичного фильтрата – это и есть фильтрат, то есть дренажные воды полигона. Состав этой токсичной жидкости – аммонийные соединения, хлорорганика, нефтепродукты. Вот основной состав. На каждом полигоне, которых я перечислила, в каждом конкретном случае состав фильтрата будет другой, в зависимости от того, какие коммунальные отходы поступают на полигон. Что в этом плане сделано за рубежом? За рубежом в США реализован проект очистки фильтрата полигонов, который состоит из реактора усреднителя, из физико-химической очистки коагуляции и флокуляции, и на конечной стадии – анаэробная и аэробная биохимическая очистка. И этот проект в США реализован из отсортированных отходов. Теперь, подобный проект реализован в Швейцарии, Германии, Японии. И в каждом из проектов последняя стадия является, ну, во-первых, у всех аксортированные отходы на полигоне, а во-вторых, последняя стадия – это либо установки обратного осмоса, либо это биохимическая очистка. Что в нашей ситуации мы могли сделать, разрабатывая эту технологию? Биохимическую очистку ни на последней, ни на первой стадии мы поставить не могли, поскольку в нашем климате, чтобы сделать биохимическую очистку, нужна температура не ниже 6 градусов Цельсия. Или пришлось бы эту биохимическую очистку, оборудование для нее устанавливать в зданиях на полигоне, что удорожало бы, значительно удорожало бы технологию. Значит, дальше. Следующее. Почему так нужно было разрабатывать установку для очистки фильтрата твердых бытовых отходов? В чем важность этой проблемы? Токсичность фильтрата полигона такова, и поток, сток такой огромный, до 1000 кубометров. Ежедневно с полигона, если полигон старый и большой, то от 800 до 1000 кубометров идет сток фильтрата полигона. Этот фильтрат, как было выяснено последние годы, он, этот поток движется на 5-7 километров от полигона, попадая в грунтовые воды, почву и, главное, в колодцы жителей деревень и окрестных поселков. Поэтому нашей задачей была разработка этой экологичной технологии для того, чтобы не позволить этому потоку нанести урон живой природе и жителям наших городов и поселков. Теперь, значит, экспериментальная установка была создана в СНИИ-БИТС, и отработаны следующие этапы стадии очистки точных вод. Следующие, пожалуйста. Может, и следующие. Технологическая схема по стадийной очистке фильтратов твердых бытовых отходов состоит прежде всего это поток направляется, фильтрат направляется в сборную емкость, оттуда в реактор осадитель и основная стадия, основные две стадии физико-химической очистки. Первая стадия – это барбатаж в усветителе и в реакторе осадителе с известью. Мы отработали все виды известные из вискового молока извести и рекомендуем известь портландит, которая дала самые хорошие результаты. После флопуляции с известью портландит начинается отдувка аммиака, образуется масса аммонимых соединений, выделение азота и наблюдается отдувка аммиака. Следующие стадии. Нами была разработана очень интересным способом. Мы использовали для следующей стадии коагуляции загрязнений, использовали промышленные отходы Московского трубного завода, то есть травильные отходы. Эти травильные отходы, содержащие железо и алюминий, позволили нам разрушить тяжелые металлы и некоторые другие источники загрязнения фильтра. И последний. Кроме того, была здесь же корректировка PH, начиная от щелочной и дальше доведение до нейтральной. Когда PH было доведено на 7,8, можно было направлять фильтрат в электрокоагулятор. Была проведена электрокоагулятор. Была проведена электрокоагуляционная очистка, которая позволила выделить в осадах металлы, разрушить хлорорганику и нефтепродукты. Таблики, пожалуйста, покажите. Вот эта схема была, технологическая схема очистки, сборная елкость, реактор-осадитель. Здесь нет коагуляции, только флокуляция и дальше электрокоагулятор. И дальше выделение осадка. Осадок уплотняется и направляется на полигон. Она достаточная жидкость, очищенная. Вот таблицу покажите, пожалуйста, результат. Нет, перед этим. Не так быстро. Еще раз, вернемся. Следующую. Где патенты? Остановимся. Технология эта, разработанная нами авторским коллективом МГУ инженерной экологии ИЦИИ БЫТО. Она была успешно, была построена опытно-промышленная линия и успешно прошли испытания этой линии. Технология, разработанная нами, защищена двумя патентами. Первая постадийная очистка состоит, заканчивается стадией электрокоагуляции. Второй патент, постадийная очистка, заканчивается очисткой на природном сорбенте трепера. А вот теперь можно следующее. Ой, ну тут я ничего не увижу, вам не скажу. Могу сказать только основное, что тяжелых металлов практически в фильтрате очищенном не осталось. Нефтепродукты значительно уменьшились. Аммонии и фосфорные соединения также. Эта цистра при разбавлении можно сбрасывать в водоемы культурно-бытового назначения. А осадок, который под существу перевел все токсичные соединения в нерастворимые соединения. И этот осадок можно вернуть на карту полигона. Выводы, пожалуйста. Можно? Последние. Выводы, да. Ну, это я уже сказала, что авторский коллектив какой был. Теперь, значит, что я вам не сказала. Чем эта технология экономична? Она экономична тем, что оборудование, ямкостное, оно не оригинальное. Оно то, что используется на техочистных сооружениях. Ямкостные конструкции, фильтры, электролизеры, электрокоагуляторы. Все это используется при очистке сточных вод. Значит, мы добились путем очистки многостадийной, что фильтрат можно сбрасывать в водоемы культурно-бытового назначения. Хотя у нас были мнения в специализированных организациях по отходам, что фильтрат можно сбрасывать в канализацию с бытовыми сточными водами. Неочищенный фильтрат нельзя сбрасывать. Канализование допустить нельзя. И можно использовать фильтрат с канализованием только не более 5% этого фильтрата с канализационными бытовыми токами. Ну, успешно прошло, как я сказала, опытно-промышленная линия была построена на полигоне Хметьева. И успешно прошло испытание. После этого годы застоя, по щучьему велению, кем неизвестно, были ликвидированы, в том числе и лаборатория охраны окружающей среды СНИИБИС. Был ликвидирован в 2015 году МГУ инженерной экологии. Мы успели только сделать технологию по гранту Миннауки, закрыть этот грант и продолжить работу с дипломниками на пяти полигонах ТБО. Вот что я хотела вам сообщить. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...